У каждого человека есть своя малая родина, где его сердцу дорог каждый дом и каждая излучина, где люди славны своей историей, своим менталитетом. Для сотен жителей Адыгеи нет ближе уголка на свете, чем у Ляб, место, где солнце светит ярче и пшеничный колос точнее. Именно там забывается о насущных проблемах и заботах, потому что нет ничего ближе отчего дома с ароматным халюжем и незабываемым вкусом адыгского сыра, с песнями, от которых поет душа истинного адыга, и танцами, под первые аккорды которых ноги сами пускаются в пляс. В этом году Аулу Ляб исполняется 160 лет. История его образования уходит во времена Кавказской войны. Группа семей, теснимая царскими войсками, двинулась к книзовью реки Лабы, на запад. Старшим по возрасту был старик Шапсук. По пути он заболел и перед смертью посоветовал людям остановиться на этом месте и основать здесь населенный путь. Место его упокоения стало Аумским кладбищем, а люди поселились между двумя реками. Их стали называть проживающие на Лабе. С тех пор прошло немало лет. В прошлом остались русско-японская, гражданская и Великая Отечественная война. Немало воды утекло с тех пор, немало поколений сменилось. Аум рос и развивался, становился краше и милее сердцу. А в начале 80-х годов о небольшом населенном пункте на карте страны узнал весь мир. Кавказская археологическая экспедиция Государственного музея Востока во главе с Александром Лесковым приступила к раскопкам улядских курганов. Благодаря трудам этой экспедиции были обнаружены широко известные шедевры древнего искусства, ставшие уникальным достоянием республики. Они экспонируются в лучших музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа и в других городах мира. Одни из них раскрыли свои тайны, другие стоят молчаливо, храня историю, традиции, культуру адыгского народа. Одним из сильнейших артефактов, обнаруженных в ходе раскопок курганов, является Риторин. Именно он первым встречает каждого человека, пересекающего границы нашего района, и по праву украшает герб муниципального образования Краснодарский район. Археологические объекты уляпских курганов являются уникальными историко-культурными памятниками. Это гордость нашего района, республики и всей страны. И все же главной ценностью уляпа всегда были его жители. Немало уроженцев стали известными, уважаемыми людьми, как в Адыгее, так и за ее пределами. А как живет уляп сегодня? Каким он встречает свой юбилей? Сегодня его не узнать. За последние годы он заметно преобразился, что отмечает каждый житель и гость, а их здесь встречают с особым гостеприимством, хлебосольно. С глубоким уважением здесь относятся и просто к проезжающим путникам. Для них на северо-восточной окраине аула у родников Готовых местная молодежь оборудовала великолепную зону отдыха, где можно испить ключевой воды, отдохнуть с дороги и насладиться окружающей великолепной природой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сельский дом культуры Он построен в рамках реализации государственной программы комплексное развитие сельских территорий. Его общая площадь составляет почти 1300 квадратных метров, а смертная стоимость – более 46 миллионов рублей. В новом очаге культуры оборудован зрительный зал на 280 мест, костюмерные кабинеты для кружковой работы. Особого внимания заслуживает хореографический зал, где юные дарования образцового хореографического коллектива «Беслиней» под руководством Зарины Ураковой смогут оттачивать свое мастерство. Продолжение следует... В Улябском сельском доме культуры функционируют 9 кружков и 11 любительских объединений. Их с удовольствием посещает свыше 400 детей и взрослых. Культработники стараются создавать благоприятные условия для развития творческих способностей, поэтому после окончания учебного дня многие школьники спешат в дом культуры, двери которого широко распахнуты для каждого, кто талантлив и настойчив в достижении цели. Центром образования во все времена в ауле была средняя школа. Сегодня здесь обучается 163 учащихся. Их обучением и воспитанием занимаются 22 педагога. Пару лет назад на средства состоятельных выпускников был проведен капитальный ремонт зданий. Обновилась мебель и оборудование. Теперь школу не узнать. Дети занимаются в светлых и просторных кабинетах и с удовольствием постигают различные науки. Огромное внимание уделяется здоровому образу жизни при общении молодежи к спорту. Для всех энтузиастов и всех, кому небезразлично свое здоровье, в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» был построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, вход в который украшает фонтан и оборудованная парковка для транспортных средств. Здесь и современная футбольная площадка, и площадки для игры в волейбол, и баскетбол с отрифтовской кремурой, и тренажерный комплекс для поддержания спортсменов в отличной физической форме. Имеется тренерская комната, уютные раздевалки и кабинет для хранения спортивного инвентаря. Бережно заботятся о улучшении и о своем здоровье. Благо для этого во врачебной абуатере имеется все необходимое. Ее здание было сдано в эксплуатацию несколько лет назад и оснащено современным оборудованием. Здесь имеется и дневной стационар, а пациентов обслуживает внимательный персонал. Рассказывая о буднях аула, нельзя не упомянуть об огромной работе, которая проводится по благоустройству населенного пункта. Асфальтированные дороги с необходимой дорожной разметкой, прекрасное уличное освещение и практически идеальная чистота вокруг. Санитарный порядок на особом контроле. Радует взор и детские игровые площадки, любимое место отдыха для малышей. Качели, карусели, каких только здесь нет развлечений. Все это дело рук региональной и местной власти, которая старательно делает жизнь сельского жителя комфортной. Одним из основных бюджетно-образующих предприятий является адыгейская соль, созданная Асланом Хуажевым более 20 лет назад. Некогда всю работу по благоустройству адыгских национальных продуктов выполняла лишь семья Аслана Закиреевича. А сегодня здесь трудится не один десяток человек. А вся продукция поставляется в различные города нашей страны. Есть и ее поклонники и за рубежом. Весомый вклад вносят и местные фермеры, которые добросовестно обрабатывают несколько сотен гектаров пашни. На уляпских полях возделывается зимая пшеница, ячмень, подсолнечник, рис и другие сельскохозяйственные культуры. Аграрии получают стабильно высокие урожаи, так как дорожат свои земли и работают ради ее блага. Однако, чем бы ни занимались жители, и каких бы успехов они ни добивались, они всегда помнят, кому обязаны этим. Поэтому с большим уважением и почтением относятся к памяти своих дедов и прадедов, подаривших мирное небо над головой и сложившим голову в годы Великой Отечественной войны. В скорбном списке имена 234 жителей, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Благодаря им современные дети растут в тишине и спокойствии, а о военном лихолете знают лишь из книг и фильмов. Субтитры создавал DimaTorzok Чтут уляпцы и память славных земляков, бойцов Кавказской конной дивизии. В декабре 2015 года в центре аула был открыт памятник кавалеристам, участникам Первой мировой войны. Это истинные патриоты, яркий пример дружбы, взаимовыручки и взаимопонимания народов. Уляпцы поистине духовно богаты и силу им дает вера. Люди приходят под купол мечети поблагодарить Всевышнего за мир в стране, семейное благополучие и попросить доступничества на период пандемии новой коронавирусной инфекции, которая изменила нашу жизнь, лишила радости от близкого общения с друзьями и земляками. Но несмотря на трудности, аульчане с надеждой смотрят в завтрашний день и всем сердцем надеются на светлое будущее, а оно непременно будет таким. Ведь здесь живут трудолюбивые люди, растут замечательные дети, и из поколения в поколение передаются лучшие традиции и обычаи адыгского народа, славного своей богатой истории, мужеством и несгибаемым духом. Жизнь продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова